приветствовать инстаграм здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать у меня сегодня совершенно нереальный день да здравствуйте здравствуйте хочу удостовериться что у нас хорошая связь давайте-ка если вы меня слышите то танечка вот уже слышит в инстаграме отлично сейчас я проверю вышла ли я в ю тубе хочу сказать книга расширяется поставьте плюсики владельцы книги старости нет я постоянно что-то делаю в этой книге и к ней постоянно какой-то интерес и а я написала целую отдельную главу уже ко второй книге старости нет и она зависела одну треть от первой книги и владельцы книги вот кто ставят плюсики уже получили эту новую главу книги самая исцеляющая глава которая дает бой углеводам самая исцеляющая глава частички из которой сколько успею я сегодня прочитаю не переключайте оставайтесь с нами вот это вот исцеляющая глава у вас в конце первой книги а ее нет в оглавлении внимательно ее нет и не будет в оглавлении потому что когда я допишу старости нет вторую часть я уберу ее из первой книги и поставлю во вторую часть а пока она доставлена в первую книгу пожалуйста читайте внимание у меня сейчас смотрите если вы мне пишите но я вам не отвечаю это значит меня завалило мишите вот дело в том что книга собрала огромное количество добрый день купила книгу ковиде отлично поздравьте меня мне просто действительно очень нравится то что происходит я вижу как вдохновляются девочки и мальчики я это все дело вижу мне это действительно очень очень приятно поэтому я рада что я объявила эти скидочки прямо сейчас делайте заказы если у вас еще нет в активе этой книжечки распечатывайте и я не знаю будет ли она когда-либо в бумажной версии потому что есть определенная особенностью бумажной версии их нужно где-то хранить распределять и так далее поэтому пока вот таким вот образом помните что это не просто книга эта книга тренинг поэтому чем больше людей сейчас эту книгу себе возьмут представляете вы попадаете фактически в такой тренинговый режим что значит тренинговый режим эта книга ее сопровождает письма поддержки первый месяц вы получаете каждый божий день мою пи мое письмо поддержки я не знаю за сколько дней люди обычно читают книжечку кто уже прочитал книжку скажите за сколько дней вы ее прочитали я вот просто не в курсе ну сейчас 300 страниц в книге за сколько ее можно проще прочитать а вот но 100 дней я от вас не отстаю скажите пожалуйста кому из вас помогают письма поддержки кто владелец книги потому что первые 30 дней каждый день каждый день приходит письмо поддержки пожалуйста проверьте чтобы она приходила не в спам следующий месяц через день приходит письмо поддержки и третий месяц через два дня на 3 приходит письмо поддержки зачем я это делаю ребят я очень много работаю с людьми сейчас уже мои последовательность последователи работают с людьми обязательно приходите в воскресенье на реалити шоу потому что я буду представлять вам результаты работы консультантов программы перерождения у них нереальные результаты то есть это люди которые получили понимание как есть передают его дальше это не врачи это не не специалисты вот в нашем обычном понимании это просто люди которые сам понял другому рассказал это круто поэтому приходите буду представлять еще их работу так вот ли она написала что она за неделю прочитала книгу за неделю а 100 дней сопровождения проглотила за неделю сейчас постоянно перечитываю вот а что вам давали письма сопровождения я точно знаю когда вы готовы сорваться на сладенькая я точно знаю когда вам надоедает быть в концепции я точно знаю где постелить соломки потому что три месяца ну самый большой опыт ведения групп 3-месячной группы я точно знаю когда теряется интерес к этой теме и в этот момент я готова вам подсолить в этот момент я готова вас под мотивировать я знаю когда показать результат вы заметили это но потому что я сугубо практик вообще не теоретик ни разу не теоретик я практик практике практик и сейчас буду зачитывать кусочек из книги и на самом деле с вас еще соберу результаты да я с вас еще соберу результаты да всем рассказываю про вашу книгу курс перерождения хотя наблюдаю за процессом со стороны тогда я думала показывать сегодня результаты или не показывать и решила не показывать лучше вам книгу прочитаю да лена купила сегодня без скидки вы сегодня со скидка уже скорее всего купили вот а потому что я скидку аж утром поставила мощная мотивация письма нужны это не дает расслабиться письма очень помогали супер идея мощная поддержка да то есть понимаете книгу можно проживать и забыть а с письмами поддержки вы ее точно дочитаете и вы ее точно не забыли не все господа теперь в каждом там где вы скачиваете книгу смотрите вы сейчас купите книгу есть ссылочка по которой вы скачаете себе книгу ниже ссылочка по которой вы можете заказать себе письма сопровождения там нужно кликнуть по ссылочке ввести свои свою почту чтобы я на эту почту стал отправлять письма сопровождение и есть третья ссылочка скачайте себе telegram если у вас еще его нет скачайте telegram и а вступайте в группу поддержки для читателей книги а старости нет что это за группа поддержки на настоящий момент в эту группу поддержки входят порядка тысячи человек и вы включаетесь это очень интересный процесс интеллектуального омоложения это очень важно жить безопасно строить свою питание в своей семье безопасно строить свою физическую нагрузку безопасно для того чтобы прожить долгую классную жизнь вот поэтому вот мое предложение поэтому кликайте по ссылке заказывайте обращайтесь директа в инстаграме заказывайте книгу и давайте жить вместе не сто дней я вас не выгоняю из чат и telegram поймите просчитали и все и вы там и мы всегда будем где-то рядышком конечно чат telegram старости нет это быстрый доступ ко мне быстрый доступ тем людям которые в концепции старости нет и все мероприятия все куда я вас зову вы конечно можете посещать ну и теперь обещанная глава не знаю сколько из этой главы я успею вам зачитать но я очень очень хочу зачитать так открываю главу я прям сначала если вы не против да значит глава называется сахар белая смерть до готовы о смотрю уже пошли заказики отлично отлично не буду на них отвлекаться и так вы наверное слышали что что сахар называют белой смертью при этом многие не подозревают что среднестатистический дневной рацион человека содержит более 20 столовых ложек этого вещества но что же в нем такого смертоносного раньше когда я слышала знаменитый фразеологизм не понимала его значения считая эту фигуру речи ли сбору лишь броской метафорой однако понимаете и стоит буквально сахар белая смерть я искала на вопросы чем вредит ответы на вопросы чем вредит глюкоза как она воздействует на организм действительно ли и пагубное влияние настолько фатально теперь когда я во всем разобралась мне ничего не стоит поделиться с вами моими открытиями читая первые главы книги вы регулярно встречали подобные высказывания старости нет есть снижение ферментативной активности старости нет есть потеря белковые компоненты тела старости нет есть потеря внутриклеточной жидкости и теперь я говорю вам старости нет есть повреждение наших тел избытком углеводов в организме но это тоже от меня слышали конечно же и так о сахарах вы уже знаете что бывает моносахара простые сахара это фруктоза галактоза глюкоза который по-разному проникает в кровь когда вы кушаете диссахариды двойные сахара ства например столовый сахар они расщепляются нашими ферментами до глюкозы 50 процентов и фруктоза 50 процентов при этом глюкоза попадает в кровь с эффективностью сто процентов гликемический индекс равно сто а фруктоза с эффективностью 22 процента для кемический индекс равен 22 крахмалы что такое крахмалы это своеобразные полимеры глюкозы наши ферменты с лёгкостью отщепляют от молекулы крахмала глюкозу за глюкозой таким образом всего лишь из одной молекулы крахмала 1000 молекул фруктозы поступают в кровь уже через 40 минут а теперь сравните космические масштабы кушаем мы не одну молекулу крахмала а 400 500 грамм пиццы за последние 200 лет произошли очень серьезные изменения в структуре питания человечества до индустриализации количество добавленного сахара употребляемо в течение дня составляла всего 1-2 чайной ложки в 1870 году 11 чайных ложек сахара скрытых в готовых продуктах питания 1902 год уже 22 чайные ложки сейчас 46 чайных правда ложек сахара скрытых в готовых продуктах питания и это не выдумка были проведены крупномасштабные исследования меню американцев и его влияние на уровень сахара в крови испытуемых исследование опубликовал хас дайл проанализировав 6000 респондентов для репрезентативности выборки и это только сахар скрытый в готовом мороженом хлебе булки не говоря о качестве муки современной выпечки и это не только проблема нашего времени подобное случалось каждый раз когда человечество умудрялось отдыхать от войн и наслаждалась достатком в питании вспомните пышнотелых женщин на картинах рубинса или как выглядели люди в первых фильмах времен чарли чаплина стройными их не назовешь друзья я достаточно подробно изложила тему углеводов и теперь вы знаете что они при передозировке откладывается на боках в виде жира запускает углеводные качели которые выглядят как ломка безудержное желание есть сладкое и крахмалистое они разрушают суставы так как наш скелет не подписывался таскать на 10-50 килограмм больше положенного они дарят грацию бегемотика во время танцев и прочих телесных развлечений они вгоняют нас чувство вины но зачем я сожрала эту пиццу отбивают охоту заниматься спортом так как с лишним весом это действительно тяжело позволяют холестерину откладываться на стенках кровеносных сосудов и прочее но я точно знаю что вы уже поменялись поэтому теперь вы съедаете на полтонны меньше углеводов вот я знаете эту часть я прям думала что мы сделаем в виде такой анкетки но в книге невозможно обратиться к живому слушателю а я сейчас зачитываю фрагмент книги старости нет второй части которую я добавила к 1 и вы можете мне ответить нам на этот вопрос скажите пожалуйста до прочтения книги старости нет сколько вы съедали углеводов в граммах но лучше в столовых ложках скажите мне это прямо напишите и скажите пожалуйста чтоб лечить результат чтобы понять есть ли результат сколько сейчас вы съедаете грамм углеводов или в столовых ложках сколько вы сейчас съедаете углеводов напишите мне пожалуйста ваши результатики а я пока зачитаю что уже есть купила в августе присоединилась к марафону минус 20 килограмм и 9 сантиметров талии валентина валентина боже дайте мне ваши фотографии я буду вами хвастаться так тренировка извините покидаю вас на тренировка тренировка это очень важно точно забыть о ней невозможно написано на человеческом языке для людей и пишет ирина ананина по поводу книги отлично супер так важно исполнение звучит очень вдохновляюще прям захотелось аудио я аудио обязательно запишу понимаете у меня проблема какая книга содержит большое количество напечатанных результатов большое количество я вас пытаюсь на страницах книги даже научить читать собственные анализы и в книге есть расчет рациона это очень сложно положить на аудио текст потому что это нужно с табличками ну в общем я пока думаю как это делать но фрагменты обязательно будет это называется сейчас аудио подкасты да вот я специально прям у меня замечательная группа поддержки по книге они горит лена нужны аудио подкасты а я не понять не понимаешь такой аудио подкасты я взяла загуглила и подела теперь и теперь аудио подкасты будут в журналах старости нет поэтому журнал старости нет это фактически вы попадаете тоже в процесс обучения журнал пишу не только я журнал пишут выпускники курса трансформации тела выпускники курса трансформации лица выпускники точнее студенты перерождения а также вы замечательные читатели книги итак я задала вопрос до книги сколько было углеводов вашем питании и сколько углеводов вашем питании сейчас давайте отвечайте мне на этот вопросик ладно он не сложный на самом деле но он покажет умеете высчитать свои углеводики или нет следующий вопрос который вам задам вы разобрались гликемическим индексом продуктов точно разобрались скажите пожалуйста какой гликемический индекс продуктов превалировал вашем питании тогда до книги и какой сейчас вы используете марина марина пишет я весила 65 килограмм талия была не больше 80 похудела на 10 килограмм талия 68 мне 55 лет спасибо мариночка это вам спасибо не просто читали но и делали это вообще невероятно многие люди умудряются просто читать но с нами это не пройдет у нас есть чат поддержки у нас есть письма поддержки поэтому результат есть у всех а кто еще не имеет книжечку вы можете сегодня заказать со скидкой 30 процентов скидка будет работать до 14 февраля до дня всех влюбленных так следующий вопрос который я хочу вам задать вы стали тоньше в талии на три сантиметра или более напишите свои результаты по талии жизнь разделилась на до и после прочтения книги и делаю все до сих пор спасибо большое это для меня ну просто это просто вознаграждение так хорошо что здесь девушки написали раньше было 500 600 грамм углеводов в виде гарниров хлеба печеньки сейчас стараюсь только из овощей получать углеводы думаю около 50 60 грамм похудела на 10 килограмм и теперь весь 59 пишет символ тиви спасибо огромное если бы вы мне еще отправили свою фотографию я бы вам была очень благодарна слушайте и вы не похудели на 10 килограмм вы постройнели на 10 килограмм худеть от слова худо стройность от слова строить ведь мы это делаем на суточной норме белка до книги сладкоежка теперь теперь 4 столовых ложки углеводов так так купила книгу журнальчики куплю завтра хорошо два месяца слушая видео минус 4 килограмма минус 7 сантиметров талия книгу еще не читала углеводы простые убрала быстро но весь сейчас стоит вот для того чтобы оставаться в струе вам нужно дополнительное знание и мотивация знание это ну и мотивация тоже эта книга а все остальное тоже мотивация так хорошо раньше было 600 700 грамм сейчас ложки 3 наверное столовых использую гликемический индекс до 40 светлана молодец так отлично 10 сантиметров то ли боже 45 лет супер было углеводов 300 400 сейчас не более 60 70 и гликемический индекс не более 40 на почту на почту сейчас вам юра напишет почту у меня талия было 90 а сейчас 84 с мая 19 года осталось убрать валентина всего лишь 4 сантиметра валентина это героиня первого по-моему это первый журнал был который по расчету рациона именно валентина адамс написала как она будучи стилистом эстетистом учит людей правильно питаться до в соединенных штатах америки вика малыш минус 14 сантиметров талии с ноября боже это же 14 лет дополнительной жизни до книги варенье булки печенюхи макароны пицца за год убрала всю промышленную выпечку картошку все вредности чувства себя супер объемы ушли насколько насколько после трансформации тела книга стала моим вечерним чтением и помощью в поддержке своих результатов ой благодарю хорошо никаких рецептов не спрашивайте у меня рецептов потому что вот здесь все должно быть если здесь есть понимание вера вам не нужны будут рецепты но на самом деле рецепты тоже есть в каждом журнальчике те студенты которые понимают глубоко проблему низкоуглеводного питания они выпечку предлагают низкоуглеводную где гликемическая нагрузка всего лишь три различные блюда то есть это есть в журналах поэтому пожалуйста так следующий вопрос который я хотела вам на нас это все вопросы книги следующий вопрос который хотела вам задать вы побороли углеводные качели напишите пожалуйста плюсик если вы побороли углеводные качели и за сколько месяцев или недель вам удалось побороть углеводные качели это очень важно для тех людей которые новички которые думают что они никогда не поборет углеводные качели и что тяга к сладостям и крахмалам это не тяга это просто ломка да вы равнодушны к промышленной выпечке белоснежному хлебу и рисовом суши но вы это уже сами написали так то равнодушен стал тоже присоединяйтесь вы не покупаете конфеты не кушайте пиццы и круассаны вы даже соблюдаете гликемическую нагрузку и вам уже говорят комплименты можете написать какие комплименты вам говорят пусть те люди которые еще не верят что можно сделать все самостоятельно просто смены питания пусть они посмотрят на ваши какие комплименты к вам долетают и соответственно начнут себя менять я не могу побороть хочу безумно шоколада какой шоколадик мы оставляем черный экстра горький шоколад конечно зачем нам полностью убирать шоколад из пищи это ж такая вкусная вещь за два месяца ирина ананина победила углеводные качели за два месяца поборола наташа наталья где-то за месяц получилось у татьяны гладкой за две недели у татьяны клюевой получилось елена вы волшебница столько женщин и мужчин становится здоровыми и счастливыми благодаря вашей книге рацион нашей семьи полностью изменился все счастливы и муж и дети всем советую вашу книгу спасибо большое виола спасибо так ушла от углеводных качелей наверное за пару месяцев где-то неделя до около одного месяца и на углеводное вообще не тянет вот меня тоже совершенно не тянет на углеводное я просто не понимаю что это пища вы знаете книга меняет меняет логику логику рассуждений ты сразу начинаешь поймать о вот это еда а это они это не еда так недели за три поборола линда углеводные качели к сожалению точно не заметила просто в один прекрасный день осознала что сладости мне безразличны соблюдаю гликемический индекс ниже 40 отлично так фух я очень рада продолжайте писать результат а я пока дальше почитаю книжечку да ой включила включила фух комплименты и так я дальше иду иду по тексту однако я чувствую что необходимо выдать дополнительный оберег от ожирения и саморазрушения ведь процесс совершенствования и познания нельзя остановить стоит лишь немного оглянуться и удержать равновесие от падения назад уже будет невозможно сейчас я вам расскажу вам раз сейчас расскажу вам почему действительно надо держать пищевые углеводы в узде дело не ваших формах не в весе не в целлюлите проблема скрывается глубже наш мудрый организм посылает лишний вес всего лишь как самую очевидную подсказку эй хозяин глянь в зеркало ты не то ешь посмотри на щеки пузик складочки на боках и так он делает лет 20-30 а потом просто ломается и знаете почему потому что глюкоза токсична повреждающий механизм глюкозы в науке называется медленное необратимое не ферментативное гликирование белков очень это я немножко отдохну от текста очень многим людям понравилось как я сказала что глюкоза с топориком за поясом гоняется за белками вот знаете вроде бы мы все умные люди все умные люди можно было бы сказать не жри углеводы потому что медленно необратимое не ферментативное гликирование белков тебя догонит и убьют и ничего не понятно ничего не понятно а как расскажешь глюкоза топорик и все такое если все сразу становится понятно так инстаграм вылетел здрасте здрасте опять инстаграм хорошо но что пошли дальше скорость этого процесса прямо пропорционально количеству глюкозы в крови перевожу с русского как всегда на русский пошла маша в пельменную пиццерию кондитерскую сами подставьте что хотите и наелась не сладких пельменей или пицц или пончиков ее доблестный пищеварительный ферменты разобрали крахмалы тесто до сотен тысяч отдельных глюкоз которые одномоментно рванули в кровь пробиравшись туда через пробравшись туда через ворсинки кишечной стенки процесс шел очень быстро так как гликемический индекс пельменей 60 пиццы 70 пончиков 88 при таком раскладе инсулин не успел выделиться сразу ему понадобилось время чтобы получить приказ о синтезе синтезироваться и выделиться из клеток затем попасть в кровоток и в конечном итоге доплыть к своей глюкозе а в это время глюкоза оказалась одна в крови без сопровождения курьера инсулина в этом состоянии она себя ведет как хулиган как гангстер как видит кого видит того и бьет без разбора иногда убивает насмерть иногда просто оставляет инвалидом кого же она встречает на кривой дорожке кровеносной системе видит она белковых молекул которые спешат в кровеносном росли по своим важным белковым делам они же составляют сосудистую стенку и участвует построение эритроцитов после встречи с одинокими глюкозами эти белки буквально обращаются в мусор они уже не могут выполнять свою функцию они никогда не восстановятся и у организма остаются минимальные шансы вывести этот белковый мусор как вам такая новость как вам такая новость причем для этой реакции не нужны никакие ферменты нужен сахар и любая белковая молекула вот так происходит вопиющее избиение живого бинк белка я честно говоря удивляюсь как я могла закончить медицинский университет на все пятерочки и не знать забыть упустить не запомнить механизм этого повреждающего действия глюкозы вы тоже не знали вам простительно вам простительно через несколько секунд после гликации засахаривания белка к нему подплывает белок иммунной системы прямая речь внимание это я подслушала разговор между ну вот как раз такая ситуация сложилась в организме подслушала разговор и вам передаю ты кто ты чей я белок иммунная система меня сделали для борьбы с цветами галловирусной инфекции а чё такой уродливый так меня глюкоза на меня напала и гликировала не мы такого урода сделать не могли вызываю подмогу ты точно не наш полицейские иммунитета запрашивать синтез нового антитела против инородного белка который на самом деле вовсе не инородный он просто гликирован засахарен до не узнаваемости уловили момент иммунная система вынуждена производить новые антитела против собственных гликированных белков каждый прием пищи таким образом новый вызов иммунной системы которая должна защищать нас от вирусов от бактерий злокачественных клеток да мы бездарно отвлекаем собственную иммунную систему от важных дел это я к тому что иммунологи разводят руками у нас нет механизмов борьбы с аллергиями и аутоиммунными заболеваниями а нет потому что население повально питается неправильно и а грехи в питании смешно наивно тупиково решать антигистаминными препаратами да и не решаются эти проблемы антигистаминными подключается тяжелая артиллерия вплоть до гормонов которые конечно помогают но кроме того что они помогают они еще и приближают выход на инвалидность я например не хочу чтобы кто-то уродовал мои белки и нарушал их функции если этот белок был гемоглобином то этот гемоглобин уже не таскает кислород если этот белок был в стенке кровеносного сосуда то на его месте будет трещина которую надо будет замазать сами знаете чем а если этот белок почечного капилляра нефрон то капилляр вовсе перестанет существовать так как на месте гликированного гликализации развивается воспаление а если это коллаген обеспечена проблема с эстетикой и она не замажется кремами потому поэтому точно нельзя есть крахмалистое и сладкое бесконтрольно зная ваш объем талии я могу сказать можно ли вам есть сладкое или крахмалистое после обеда или все таки нет вы тоже это знаете давайте разберем повреждающие действия этих углеводов а дальше идет подглавка как вкусно и гарантированно убить свои белки . пошаговая инструкция . вредные советы ну что вы еще не устали уважаемые дамы и господа как вы как у вас дела я пока почитаю глядя на меня муж тоже поменял питание у мужа талия ушла на 5 сантиметров за месяц полу это почти в два раза больше чем я ожидаю с учетом того что все равно немного косячит пишет наталья иванова маргарита васильевна спасибо очень помогает книга осталось немного дочитать письма действительно вдохновляют дают уверенность стимул и цель хочется вкусно есть двигаться и радоваться жизни а главное здоровье вот хорошо юрчик еще тоже не слышал не слушал эту книгу долгими зимними вечерами и я так пишу пишу просто сейчас действительно много то живые тренинги то еще что то ну в общем а что успеваю на самом деле очень сильно вдохновляете вы меня знаете мне нравится то что сейчас происходит в марафоне перерождения это люди которые становятся реально невероятными профессионалами в лепке собственных тел в лепке тел собственной семьи и эти люди вот они готовы консультировать поэтому еще раз говорю не пропустите воскресенье я буду прям представлять новых консультантов и очень скоро по ну вы сможете воспользоваться этой возможностью мало того что вы можете прочитать книжечку но вы еще можете заказать себе разговор с человеком который прочитал книгу получил собственные результаты по книге и может теперь немножечко помочь вам и это тоже дополнительная мотивация знаете почему я хочу чтобы эту книгу прочитала 100 тысяч людей очень простое желание потому что если 100 тысяч людей прочитает эту книгу то 100 тысяч семей перестроить свое питание а если 100 тысяч семей перестроить свое питание они обязательно с кем-то поделятся и наверное уже там миллион два миллиона людей будет правильно питаться где-то потом и миллиард когда один миллиард абсолютно здоровых вкусно кушающих людей поймет как это делать то ясное дело все население население земли безусловно перестроится перестанет жрать непонятные углеводы перестроить питание в семьях и мы с вами отменим старость на всей земле интересно доживу я до этого момента я планирую жить лет 120 если боженька позволит вот потому что по телу действительно мы можем с вами делать просто чудеса просто чудеса так хорошо 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 если вы не против да то что 201 участник трансляции ставьте лайки пусть это видео разлетится по всему интернету а я пока продолжу читать дальше книжку если вы не устали конечно давайте я посмотрю что у нас по времени но еще минуток 10 у меня есть давайте еще почитаю да так ну что а я остановилась на том как вкусно и гарантированно убить свои белки пошаговая инструкция вредные советы сейчас мы с вами поговорим о транспортных белках транспорт так выпьем воды подождите давайте выпьем воды о молодцы молодцы транспортные белки носят название альбумины они плавают в сыворотке нашей крови и таская полезные вредные вещества их можно сравнить с вагончиками метро в который заходят токсины и витамины минералы каждый едет куда ему надо а теперь представьте как одинокая глюкоза уродует вагон метро по совершению акта вандализма полезности вместе с вредностями стоят и ждут когда их эвакуируют с места детоксикации или настройку века но ничего не происходит метро парализованно какова причина транспортного коллапса божественное высшее сознание наелось сегодня сладенького до и после обеда страдает ферментативная и гормональная активность возможность переноса кислорода витаминов макро и микроэлементов токсинов оценили до чего же опасна передозировка глюкозы в крови а для того чтобы глюкоза сильно не навредила организму есть спасающий механизм и вы с ним уже знакомы и этот спасающий механизм инсулин следующая глава как доиграться до инсулинорезистентности инсулин очень быстро он всегда на чеку он готов прийти на помощь в любой момент и убрать глюкозу из кровотока до поры до времени вспомните разговор клетки инсулина когда второму пришлось идти на крайние меры чтобы убедить клетку оставить еще немножечко глюкоза у себя клетка ты родину любишь у меня создается впечатление что человечество делает все необходимое чтобы затруднить инсулину жизнь вспоминаем инсулин связывает глюкозу поступившую с пищей тащит ее в клетку клетка принимает и сжигает глюкозу с образованием энергии если инсулин приносит глюкозу еще клетка делает гликоген запас так как энергия уже не нужно если инсулин приносит глюкозу еще клетка делает жир запас воды и энергии на черный день я почему-то кратко потому что в предыдущих главах было очень подробно и сочно и жирно прям да и завтра делает жир и послезавтра и 20 лет спустя а потом клетка делает аудит энерго ресурсов вывод ошеломителен ей хватит энергии заключенных жире до самого апоптоза запрограммированной гибели можно больше не пускать глюкозу не делать жир не выслушивать нытье инсулина ну возьми еще чуть-чуть глюкозы воде положение ведь хозяйка жрет это как если бы вы знали что умрете в 120 лет допустим для стабильной жизни вам необходимо по 12 тысяч долларов в год и вот вы посчитали сколько еще нужно накопить а когда сумма собралась послали всех работодателей налоговые органы и прочих товарищей перебрались в домик у моря теперь вы живете припеваючи никаких связи с общественностью вот так и делает большинство ожиревших клеток несчастного организма научное название процесса инсулинорезистентность а что с инсулином с увеличением благосостояния клеток он не вышел на пенсию у него полный аврал на работе триллионы клеток отказываются с ним разговаривать закрылись своих домах сломали ключи от входных дверей а кто глюкозу будет метаболизировать они клетки об этом подумали кстати клетки не учили не учли что небольшое количество глюкозы приходящие в клетку способна связывать внутри клеточные токсины и выводить их нет глюкозы нет выхода токсинов это сравнимо с затклым воздухом запертой непроветриваемой квартиры вот она настоящая катастрофа инсулина делает все больше чтобы удерживать в крови тонны глюкозы которые увы никому не нужна но если ее не удерживать она убьет всех инсулин в избытке тоже хорош подымает артериальное давление делает капилляры узкими вызывает агрессию не дает сжигать жир то есть похудеть патологический круг замкнулся отныне вы можете вообще не есть углеводы а вес давление и сахара в крови все равно будут высокими так что думать надо не о весе а а глюкозе точнее о том как ее сжечь об инсулине как его снизить а жирах как их поплавить я уже целых две недели на вашем питании и ничего мой вопрос простите сколько лет вы носите лишний вес она отвечает до самого детства мне нечем крыть посмотрите-ка что в это время делает глюкоза готовы следующий мальчик для битья сам инсулин инсулин это белок глюкоза в курсе почему бы ей таким образом не гликировать сам инсулин а что такого самый быстрый способ угробить углубить инсулинорезистентность не чувствительность к инсулину сломать сам инсулин согнуть его изуродовать тогда ключиком клетку не откроешь и глюкозу в безопасное место не засунешь вся глюкоза останется в крови если бы я была глюкозой и передо мной стояла задача как можно быстрее угробить организм я занималась бы только инсулином честное слово как легко и быстро убить собственный коллаген пошаговая инструкция концентрация глюкозы в крови равна концентрацию глюкозы в межклеточном пространстве коллаген при этом самый распространенный белок человеческого тела и это не только овал лица милые красавицы это все связки вот почему связочный аппарат со временем становится хрупким рвется ахиллова сухожилия крестовидные связки колена это все наши хрящи потому что вот почему изнашивается до дыр мениск это все наши кости вот почему детский перелом по типу зеленые ветки с возрастом становится оскольчатым да еще и со смещением это остов всех внутренних органов и их связочный поддерживающий аппарат вот откуда опущение матки и кишки и почки коллаген это кожа потом почему до 35 лет на нее не действовала гравитация видите ли а после 35 вдруг начала действовать коллаген это все наши морщины если бы коллаген продолжал быть эластичным и влагонасыщенный с чего бы вдруг заложились гусиные лапки радиальные морщины вокруг рта так может быть потому что гликированный коллаген не так хорош как нормальный может потому что если от глюкозы слиплись отдельные коллагеновые волокна все волокно теряет свою влагонасыщенность эластичность способность переносить нагрузки способность самовосстанавливаться встречая множество поклонников голода это поклонники аутофагии и протеолиза их фраза если не грузить себя едой организм сам разберет все мусорные молекулы и из них сделает новые белковые структуры я согласна но учтите чисто не там где убирают а там где не мусорят если у меня есть у меня знакомый который очень жестко соблюдает пост за время великого поста он отдает 15 килограмм веса к августовскому посту набирает новые 17 это значит что время минимизации питания работает на него липолиз расширение расщепление жировых запасов протеолиз расщепление белкового мусора а время между постами это время для восстановления мусорки в организме и помните протеазы коллагеназы инсулина за это тоже белки умеющие расщеплять отработавшие свои белковые молекулы это белковые ферменты которые умеют расщеплять длинные массивные молекулы межклеточного мусора до мельчайших частей аминокислот и олигопептидов коротких белков однако если длительно нарушать потребление суточной нормы белка если взрослеть теряя активность ферментов то протеазы коллагеназы ферменты расщепляющий поношенный коллаген просто не образуются в должном количестве межклеточное пространство такого человека превращается в речку ганг по которой плывут трупы консервные банки пакеты бревна тут же живут клетки пользуясь этой водой и сливая туда же нечистоты не хотела бы я иметь домик на берегу такой реки а теперь представьте себе чистую ткань ткань это клетки плюс межклеточное пространство как она будет выглядеть свежая влагонасыщенная живая дышащие выполняющий свою функцию здоровая красивая представьте щечку ребенка как будет выглядеть ткань в которой мусорная свалка тугая тусклая отечная воспаленная прорастающая рубцами закисленная нерабочая больная представьте щечку старушки ладно щечка это косметический дефект который старостью зовется а как выглядит печень почки мышцы сердца теперь когда вы уже готовы это представить предлагаю познакомиться с еще одним механизмом развития инсулинорезистентности это когда клетки слепок и глухие к инсулину фух я сама устала но давайте еще немножечко концентрация глюкозы в крови равна концентрация глюкозы в межклеточной жидкости это значит что если в крови 14 миллимоль глюкозы на литр то и между клетками ее будет столько же представили сколько гликированных трупов лежит в межклеточном пространстве это пространство предназначено для бурного течения реки клетки которые в этом пространстве живут в любой момент могут запросить глюкозу в идеале они моментально ее получают так как инсулина глюкоза абсолютно растворимы воде а если между клетками река ганг консистенция межклеточного пространства похожа на кисель у некоторых на медузу и вот допустим клетка запрашивают глюкозу в ганговых условиях глюкоза с инсулином готовы они рядом но какой транспорт если ты в медузе это как пробки в москве в час пик клетка орет от энергетического голода а глюкоза с инсулином на скорой помощи заблокированы в пробке слушайте но это страсти конечно я сама осознаю что это страсти я не знаю как это на звук мне кажется что ну как бы на звук воспринимать на слух сложно мне кажется что намного проще все-таки воспринимать когда ты это читаешь то вот но вы знаете лучше знать о себе такую правду лучше знать знать почему люди которые прочитали книгу они перестают есть углеводы потому что они понимают что они делают когда понимаешь что ты делаешь то ясное дело что ты не будешь больше косячить никто не возьмет кока-колу и не зальет в бензобак дорогого мерседеса потому что не поедет зараза но наш организм он намного дороже стоит чем любой самый дорогой мерседес понимаете так ну что я вижу надежда кузнецова радуется 77 тысяч 700 подписчиков отлично да ой спасибо 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 мозги моментально на место встают пишет наталья иванова на слух круто я могу еще почитать надежда авилова не только пишет но и вещает офигенно заслушались обалденно ну хорошо представляете все это теперь ваши пожалуйста пожалуйста присоединяйтесь у нас целое движение причем тут книга на самом деле это целое движение книга это вход в движение книга это вход к письмам сопровождения книга это доступ к чату книга это доступ фактически я вот как я вижу себе это я вижу себе это очень просто мы сначала раз в год будем встречаться где-нибудь в теплой стране на теплом море и вместе проводить время с умом потом будем два раза в год встречаться потом будем чаще встречаться я всегда хотела ездить по всему миру встречаться с разными людьми и при этом не просто греть пузо на солнце чтобы это был отдых со смыслом и в чатах в чатах запросите у меня в чатах информацию по турции потому что старости нет в этом году впервые выезжает в турцию это не тренинг не надо ничего платить вы просто приезжаете загаданный нами отель единственное что там мест уже совсем мало и квота открытая видимо только для россии но в общем посмотрите вот в россии еще спокойно в этот отель можно попасть купить билетик вот а запрос юра сейчас мой муж сбросит вам информацию по турции в чат старости нет в этот чат пожалуйста на вот и давайте встречаться потому что мы должны друг друга поддерживать приезжайте каждый год вы будете приезжать в новом биологическом возрасте и он точно будет ниже чем биологический возраст еще год назад старости точно нет у нас с вами есть все механизмы старости нет есть гликация это всего лишь один механизм сколько еще у нас впереди я вам еще не все выдала может быть немножко больше времени нужно свободного чтобы писать дальше но мне очень нравится та жизнь которая сейчас есть это тренинги это живые выступления это онлайн выступление это очень круто да если вам нравятся сказки то конечно буду аудио записывать просто нужно понять как в аудио еще и вот эти все анализы какие-то но в общем я подумаю как это сделать хорошо 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 замечательный ритуал точно замечательный да отлично это жизнь и радость общения с единомышленниками точно как можно попасть в наш чат старости нет через книгу когда вы покупаете книгу там три ссылочки первая ссылка скачать книгу с новой главой уже вторая ссылочка папа попасть в сейчас скажу ссылка на поддерживающие письма там форма специальная и третья ссылочка это начат телеграм где мы все тусуемся те люди которые прочитали книгу все тусуемся друг друга вдохновляем и сбрасываем фотографии которые были которые сейчас где ее купить в директ директ все в директ а когда вы купили книгу покупаете книгу там три ссылочки и ссылка на чат в том числе называется ссылка на чат телеграм на если вы до сих пор не можете скачать книгу каким образом почему вы не можете скачать книгу пишите на почту просто сейчас очень много обращений вы не 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 обижайтесь мы стараемся быстренько все обрабатывать но у нас до конца не получается и знайте что где-то летом сейчас зайдут примерно к примеру я не знаю сколько будет людей желающих купить эту книгу но допустим это будет 500-1000 человек летом когда закончится 100 дней сопровождения я еще подведу итоги потому что там обязательно в письмах сопровождения 7 5 письмо я предлагаю вам поиграть со мной поиграть в игру под названием здоровье для этого заполнить форму в седьмом письме я у вас спрашиваю ваши результаты в 14 письме я спрашиваю результаты в двадцать первом спрашиваю результаты через месяц через два и в конце сотого дня я спрашиваю результаты вам не удастся профилонить потому что я держу вас на контроле я слежу за вами буквально за вашей тарелкой вот такая вот история поэтому так много результатов поэтому люди прочитавшие книгу старости нет навсегда отвязываются от хронических болячек уходят свое 25-летие и всю жизнь живут в этом биологическом возрасте и я очень счастлива что ну как бы вот удалось все это дело все это дело все-таки соорудить так моя книга в другом личном кабинете не моникл тогда будет предложение книги до валентина либо ордер бро тогда вы получили от меня вчера или позавчера письмо либо в моникл да да юра говорит задача хорошо если покупали через альфа и омега то же самое будет потому что мы уже связали с альфа и омега уже забрали главу уже все идет как положено все уважаемые дамы и господа я очень рада была сегодня с вами по разговаривать вот если есть какие-то вопросики давайте задавайте вопросики но я жду от вас вдохновение я жду от вас от нас с вами чтобы первое поколение которое отменили старость боже ты так легко когда знаешь физиологию человеческого тела это так легко когда среди огромного разнообразия продуктов питания выбираешь только то что тебе надо и совершенно не обращаешь внимание на то что тебе не надо и я хочу чтобы на вашу семью прогуливающиеся по городу смотрели люди говорили ты посмотри как хорошо выглядит прям все стройные поджары такие классные такие спортивные у них наверное генетика хорошая а вы бы услышали сказали да ребята у нас мозги на месте потому что мы знаем те диалоги если было вам полезно поставьте это этому видео вот так если было не полезно вот так поставьте этому видео не будьте равнодушными потому что чем больше вот этих лайков дизлайков тем больше количество людей присоединяться к нашей концепции старости нет потому что люди просто не знают об этом хорошо все у кого есть какие-то вот оплатила книгу но нет поддерживающие приложение на как там не надо поддерживающие приложение просто нужно заказать себе ну там пройти по форме по ссылочке и вам будет приходить письма поддерживающие письма если что-то не так просто пишите на почту за дня два мы разберем все ваши письма до всех люблю всех целую старости нет просто есть гликация к счастью и можно остановить да все до новых встреч пока пока до свидания